Чуть больше месяца понадобилось бойцам Омского студенческого отряда, чтобы из простого подсобного кабинета соорудить вот такую светлую двухместную палату в Омском госпитале. Каждый год в неврологическом отделении, но теперь уже в новой палате, здесь проходит реабилитацию ветераны войны. Как часто в этом госпитале бываете? Да, каждый год бываю. Как лечение проходит? Расскажи. Лечение проходит хорошо, все нормально, все условия. Деньги на ремонт палаты студенческие отряды собрали в рамках ежегодной всероссийской акции «День ударного труда». Общими усилиями ребята выручили 80 тысяч рублей. Ремонт выполняли тоже своими силами. После Нового года, там уже в сессию, ребята выходили между экзаменом, где-то после экзаменов, и потом частично, конечно, это немножко зашло уже в учебный процесс. После пар ребята приезжали и выполняли работы. К сожалению, сейчас старшее поколение, наверное, как всегда было, ругает молодежь. Вот, то как раз, опять же, дневнические отряды показывают, что у нас очень перспектива талантливая, отзывчивая молодежь. Да, это достаточно большой вклад. Ну, я бы, наверное, сказал, главное не это. И Минздрав Омской области, и правительство Омской области достаточно делает для госпиталя. И это вложение, конечно, значимое, но все-таки самое главное – это вот эта связь поколений. А наши пациенты – это люди заслуженные, и для них это тоже очень важно – видеть вот этих молодых людей с горящими глазами, которые готовы и сейчас им помочь, и в дальнейшем будут оказывать всяческую поддержку. Омскому госпиталю уже более ста лет. Стационарное отделение в год посещают около трех тысяч пациентов. И дополнительных два места – значительная помощь больнице. Пусть кому-то это покажется небольшим вкладом, но для участников войны важно, что их ценят и продолжать благодарить за подвиг, пока они живы.